Задорчики и тут такие, и тут. Вот там ударчик фокусный. А тут еще проблем-то, а тут отказ загнулся, и доступ только изнутри. Должно быть как-то вот так. Ну вот, грибков наложили, сейчас попытаемся потянуться. Вот он первый результат, загон не хочет выходить, но вот они две складки и вот этот угол, с которыми уже реально видно с чем воевать. Вот такая пока красота. Вот так потихонечку выгинается заломчик. Не первый раз меня вылучает вот такая пружина. Приспособа рычаг. Доделаем мелочевку минилифтером. Ручной пробег 180. Я заглядываю сразу. Без света так еще и ничего смотрится. Но это все обманчиво. Что делать и делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас уже происходит, как говорится, выравнивание, постановка плоскости, чтобы она смотрелась цельно, без изъянов. Ну вот, нанесен грунт ардезионный. Это у нас жидкая шпаклевка. Ну вот, проявка по жидкой шпаклевке показывает, что еще тут надо дорабатывать поверхность. Вот они, еще ямки, вот они, оконтуривание зон ремонта. Ну в общем, картина уже цельная и понятная. Сейчас перетирается бампер, грунтовка и подготовка под покраску. Акдузию нанесем, готово под грунт. Теперь уже весь бампер будет грунтоваться под покраску. Первый слой грунта. Снимите, пустите меня. Уберите руки, потребовал и понял. Может быть я хочу простудиться? Под грунтован металл лишний. Сюда будем делать переход. Все будет нормально. Вот это место у нас будет под переход. Гляньте, бро. Заклеено тоже под переход. Здесь все проклеено. Здесь была коррозия, все вышкурено, загрунтовано, перетерто. Здесь тоже было коррозия. Начинаем покраску. Вот она зона перехода. Начинаем красить. Вот он, этот неприятный сюрприз. Сейчас мы его переделаем. Грунтуем. Выводим по однокомпонентному грунту. Сейчас посмотрим, что получается у нас. Второй слой грунта. Надеюсь, все укрылось. Ну что, сюрпризы продолжаются. Порвало все. Вот такая вот тиротина пошла. Полная опа, как говорится. После переделки всего этого безобразия, получилась вот такая вот красота. Порвало. Начинаем опять закидывать базой. Вот это вот так получилось. Ну вот. Укрыто базой. Как говорится, пять минут полет нормальный. Сейчас будем делать после высыхания переход на стоечку. Вот здесь будем делать переход по лату. Кофе. Спасибо. Да, шеф. Что? Что я в акадабре? Дедовщину устроили? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дедовщина это же терпкого мозгов нет. А ты гармонично разве? Тут у нас вот в этом месте. Вот такое. И закончился, переходит. Немножко там опыльчик, конечно, но это все отполируется. Вот, в общем и целом, в шажереньки попали. Цвет тоже высушить. Высушить, убрать пыльмусор, собрать и все. Вот. Все разобрал, расклеил. Вот здесь вот маленький косячок был. Чуть завернулся скотч. Пришлось с баллончика лаком чуть задуть. При полировке все уйдет. Ну, теперь все нормально. Вот здесь вот маленький косячок получился. Скотч проклеился чуть неправильно. Пришлось чуть поддуть лаком. При полировке вот эта кромочка уйдет. Вот. А так, в принципе, все нормально. Ну, вот. Испортили машину. Хозяин, вот он сидит. Уже и не смотрю на машину. Не смотрит. Ему просто тошно. Он понял, что он попал. Что не надо было встревать с ремонтом. Но уже поздно. Теперь будем пытаться что-нибудь сделать. Что получилось. Итог. Подведем итог. Подведем итог. Клац, закрылась. Улыбается. Клиент доволен. Даже хромат гипс снимает, клиент уезжает. Да. Ну и хорошо. Хорошо. Продолжение следует...